И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Давно у нас не было безумных крутых нагибаторских аккаунтов. Я уверен, что вы уже заждались по данной нагибаторской рубрике. И поэтому давайте так, чтобы данная рубрика у нас выходила намного-намного таки чаще. Давайте наберем на данном ролике 100 лайкосиков. И я уверен, что новая серия данных безумных игроков не заставит себя долго ждать. Ну и конечно я еще хотел сказать одну очень важную вещь для данной рубрики. Безусловно оставляйте в комментарии все аккаунты. И не только аккаунты, которые вы считаете нужным. То, что они имеются там безумные какие-то крутые нагибаторские. Возможно это какие-то мульты, может еще что-то. Если вы считаете, что данный игрок или данный аккаунт имеется вот такой вот у вас крутой, жесткий, нагибаторский. Оставляйте его в комментарии под данным роликом. Ну а лучше вообще отправляйте вот эти вот аккаунты, которые вы считаете, что они крутые. Вы считаете, что данные аккаунты реально должны попадать в мою рубрику. И у вас имеются такие аккаунты. Лучше конечно же скидывайте мне их в ВК. Ссылочку я конечно же оставлю в описании. Ну а сегодня мы будем начинать вот с такого шикарного аккаунта с ником Алина. Я более чем уверен, наверное, что это играла девушка на данном аккаунте. Так как уже долгое продолжительное время на данном аккаунте ничего у нас не набивается. Не растет у нас ни опыт, ни вообще. В принципе этот аккаунт бездействует. Откровенно говоря, на него уже давным-давно никто не заходил. Ну и чем же удивителен данный аккаунт, скажете вы мне. Так вот он. В чем, в чем вот этот весь нагибчик, ребятки, данного аккаунта? Дойти! Дойти, ребяточки, до легенды второй. На Хорнета Магнуме. Вы просто представьте, вы просто вдумайтесь. Именно только данное вооружение прокачивала наша нагибаторская Алина. И реально это очень достойный игрок. Я бы сказал, еще и на белой краске, по сути, и зеленой все было только набито. На этих двух жестких, сочных нагибаторских красках. И это достойный реально, ребяточки, аккаунт. И именно вот с этого аккаунта я хотел бы сегодня начать. Ну а следующий нагибатор у нас уже с ником Негативчик. И Негативчик, а именно Полковничек. Что же хотелось бы выделить по данному аккаунту? Безусловно, данный аккаунт именно уникален тем, что имеет старый комплектик. А именно Хорнета, Шафт, если не ошибаюсь, данный, да, именно таки комплектик был с красочкой. И Марс, при этом еще имеется, с данным комплектиком выдавался у нас модуль. Модуль именно таки Марса. А именно у данного игрока теперь имеется резист М3. Волк, именно резист от молота. И это очень крутой аккаунтик. И сейчас такого сочетания вы уже никогда не сможете сделать и приобрести именно на таком звании. И поэтому такой вот игрок у нас здесь с вами сегодня тоже появляется. Следующий аккаунтик, ребятки, это просто что-то с чем-то. Это просто Олег. Вот таких игроков я не знаю просто. Я просто не знаю, откуда берутся такие игроки. Ребяточки, отпишите в комментарии, откуда появляются такие нагибаторские игроки. Откуда берутся такие безумные нагибаторы, если б я бы встретил такого игрока. Как я говорил уже, ребятки, раньше в предыдущих всяких сериях, когда я видел таких игроков. Я бы не знаю, что я бы сделал бы, если б я такого игрока встретил в бою. Это бригадир Олег, который имеет рельсу М1, Викинг, Хорнет, Хантер, М0. По сути все набито именно таки на Викинге и на рельсе. Ну хотя по пушкам у него здесь что-то варьировалось. Но это настолько убогий и слабый аккаунт. Вы просто представить себе не можете, насколько жестко страдает данный игрок. Хотя по сути у него УПшка 0.50. А это значит, что в принципе, в принципе, если логически подумать, что не так сильно уж и страдает данный игрок. И не все так плохо у него, как кажется. Но сейчас, слава богу, данный игрок у нас не играет в нашу нагибаторскую игру. И такого игрока вы точно не встретите именно таки на полях сражения. Поэтому Олежа остается такой нагибаторский на своем бригадирчике. Следующий, ребятки, аккаунт у нас сегодня. Это очень тоже интересный аккаунтик, на котором было набито только на одном сочетании. Это Телемеханик, это Маршал и это Хорнета Смока. При этом у данной Хорнета Смоки при 1 миллионе 100 тысяч опыта набит 1 миллион 400 тысяч кристаллов. Это довольно-таки хороший показатель. И это просто Хорнета Смока. По сути, игрок с самого начала играл, конечно же, на Хантере. Чуть-чуть еще поднабил на Твинте. Но, конечно, другого вооружения он не имел. И при этом я хочу очень отметить один факт, что у данного игрока имеется только один модуль. И это модуль М0. Я серьезно не понимаю, на что можно потратить было целых миллион 400 хотя бы тысяч кристаллов, которые он заработал. Я уверен, что у данного игрока должна быть как минимум данная Хорнета Смока М4, если у него она имеется М3. То мне серьезно непонятно, куда потратил данный игрок кристаллы. При том, что он нарки пронарил тоже не так много. Возможно, у него на аккаунте данные кристаллы сейчас имеются. Возможно, еще где-то он их сумел куда-то увернуть, куда-то потратить. Но вот такой вот нагибаторский Маршалл, который тоже у нас сейчас уже не играет в игре. Следующий аккаунтик это Васпоэзида, это Маршалл, это Медсистер. Специально ник создан под данное сочетание. И все на данном аккаунтике набито именно таки на Васпоэзиде. Ну, конечно, тут еще минимальное количество набито на Твинсием 0, на рельсе. Но, конечно, об этом говорить не надо. Тут Васпоэзида ярко выраженная. По больше чем миллиону набитый, по больше чем 700 тысяч кристаллов набито на данном сочетании. При этом коэффициент именно отношения заработанных кристаллов к заработанному опыту не такое хорошее, как было, например, у нашего телемеханика. Но все же тоже можно сказать, что данный игрок или данная девушка особо не страдала. Особо не мучила ее ничего, так как ей нравилось данное сочетание. Она его прокачивала. И опять же, ребят, я хотел бы отметить, я не знаю, что происходит с данными игроками, я не могу понять серьезно, почему у таких игроков модули М0. Просто объясните мне, почему нельзя взять и прокачать модули? Это настолько сложно, ребят? Может, Вы знаете ответ на данный вопрос? Может, Вы мне скажете, почему ребята реально не прокачивают модули? Почему играют на одном и том же сочетании? И вообще, на что тогда они тратят свои кристаллы? По сути, прокачать Вас по Эзиду это не составит особо большого труда. При том, что у тебя имеется маршал, у тебя есть дополнительные бонусы. У тебя есть, как минимум, мы видим, что заработано 900 тысяч кристаллов. И я серьезно не понимаю, куда игроки тратят кристаллы, когда именно такие имеют только одно вооружение в своем гараже. Следующий аккаунтик. И это тоже уникальный сегодня у нас. Просто уникальный аккаунт именно на одно сочетание. Можно даже прям сразу сходу называть данный выпуск безумных игроков с одним сочетанием. И это Викинга Шафт. Такое вот нагибаторское сочетание. И данный игрок явно не страдает. И до сих пор данный игрок играет в нашу любимейшую игру. Сказать, что он играет очень часто, я бы так не сказал. Но, в принципе, за прошлую неделю он набил 11 тысяч опыта. И это не так уж и мало. Значит, данный игрок любит, я думаю, что играть именно таки в матчмейкинге. И при этом почти при 2 миллионах заработанного опыта он заработал 1,5 миллиона кристаллов. Что является для данного сочетания очень хорошими цифрами. И опять же, у данного игрока имеется только 2 модуля М3. Хорошо, что М3. Хорошо, что не М0. И очень много про Нариной, к слову говоря, именно таки Нарочки. Ну, а мы переходим дальше. И дальше у нас будет еще один интереснейший аккаунт. Опять аккаунт одного сочетания. Уже не такое, наверное, ярко выраженное. А именно сочетание Хорната рельсы. Рельсоводик. Имеет почти по миллиону опыта. И при этом еще имеет, конечно, тут и Вика Фрис, и что-то еще другое. Но при этом играет и предпочитает именно сочетание Хорната рельсы. Я уверен более чем, что вы сейчас скажете. Блин! Я знаю таких много аккаунтов, которые играют только на Хоре рельсе. И они больше ни на чем не играют. И почему таких аккаунтов у тебя нету в рубрике, а имеется вот такой вот парниша. Если у вас, ребятки, имеются такие аккаунты, обязательно скидывайте их мне. И они обязательно попадут в новую серию нашей нагибаторской рубрики. И сегодня я хотел бы закончить одним очень интересным шим аккаунтом. Это 5-й Ворент Офицер. И этот аккаунт, с которым я лично встречался в бою и лично чувствовал на себе эту боль. И этот нагибчик, который был выражен именно таки со стороны данного игрока. Это аккаунт Опана. Это 5-й Ворент. Это Викинга и Зида М3. Я знаю 100% что она М3, потому что я встречал ее в бою. И данный аккаунт имеет еще как минимум 3 модуля М3. На 5-м Воренте. То есть, по сути, на данном аккаунте имеется Викинга и Зида М3. И имеется 3 фулл прокаченных модуля. Вы просто вдумайтесь, насколько это жестко. Потому что у данного игрока именно таки было до ребаланса саванны и была глина. И вот эти вот именно таки 2 красочки дали данному игроку целых 3 новых уникальных модуля. Если вы встретите такого игрока в игре, я более чем уверен, что у вас будут большие проблемы. И даже если вы не особо хорошо умеете играть на таком аккаунте, вы все равно будете нагибать. Вы все равно будете доставлять очень много проблем противнику. И в этом плане против вас будет очень таки тяжело играть. И это последний аккаунт на сегодня, ребяточки. Если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк данному ролику. Если вы еще вдруг ему не поставили свой царский лайкосик. Также не забывайте про подписочку на канал. И также, ребяточки, не забывайте про нашу группу ВКонтакте, в которой всплывает очень много интересных фактов и очень много интересной информации. Ну а у меня на этом все. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока.